Детское радио представляет Сказки народов мира Волшебные руны Вирон Каннесса Карело-финские сказки Если судьба забросит вас на Европейский Север, вы не сможете миновать хотя бы одного из тысяч и тысяч озер страны Финляндии Или Суоми, как ее именуют сами финны Дойдете до берега Черного озера Мусталампи Кликните духа овсяного поля Ау, Вирон Каннесс И если он не будет занят, он обязательно пропоет вам руну Сказку, легенду, историю Я, например, от него услышала вот такую Где зарыто богатство Жили-были старик и старуха, растили единственного сына Звали его Паву Усердно старик трудился в поле Пашню возделывал, хлеб выращивал Не знал о семействе горя Закрома всегда полны были И вот настало время родителю помирать Позвал он Паву и говорит Вот тебе мой совет Что делать, чтобы прожить жизнь в достатке Должен плуг твой всегда серебрится Изгородь для тепла должна быть лисьими шкурами покрыта А богатство свое ты сам в поле найдешь Сказал и покинул этот мир Отец по-фински Ися Вот так коротко Ися Финны очень уважают и всячески почитают своих родителей В Финляндии есть праздник Исэнпэйва День отца Его празднуют во второе воскресенье ноября В этот день отцам дарят небольшие подарки или открытки Пава был послушным сыном Потому решил выполнить все советы отца в точности Первонаперво пошел он к кузнецу и велел плуг покрыть серебром Удивился мастер Но все сделал, как заказал Пава На следующее утро отправился Пава на рынок Купил там лисьих шкур, да и обвешал ими забор Выполнив второй отцовский наказ Пава взял лопату и отправился в поле клад искать Зачем тебе все это, Пава? Удивленно спрашивали соседи Отцовскую волю исполняю Отвечал Пава, не выпуская лопаты из рук Пришел Пава на поле Поплевал на ладони, да и принялся копать Час копает Пава, два День, неделю, месяц Все поле раза три перерыл А сокровища так и не нашел Тем временем сбережения, что оставил Пава отец Почти совсем растаяли В карманах, не монетки В доме шаром покати, даже какой-никакой завалящей горбушки хлеба не осталось Не светит, видно мне, стать богатым Подумал Пава Собрал в котомку нехитрые свои пожитки Да и отправился, куда глаза глядят Побродить по свету, да посмотреть Как люди живут, да добра наживают Дорога привела Пава в дремучий лес Темень хоть глаз выколи, тропинки не видать Злой лесной дух Пава пугает То филина мухает, то птицей незнакомой кричит То словно старый дуб скрипеть начинает Идет Пава, от страха весь так и трясется Вдруг видит, стоит домик Постучал Пава Дверь открыла ему старушка, лет ста на вид отроду Доброй ночи, милая хозяйка, говорит Пава Пусти переночевать Доброй ночи Поскольку Финляндия северная страна Летом здесь можно наблюдать белые ночи По-фински Это когда солнце не опускается за горизонт А светит всю ночь И тебе доброй ночи, юноша Проходи, чувствуй себя как дома Отвечает старушка Накормила она Пава Напоила, да и спать уложила А утром стала расспрашивать Куда он направляется И что ищет в этом безлюдном месте Пава все старушке и рассказал Добавив в конце Видать, не то отец мне посоветовал Старушка лишь засмеялась в ответ Советы отец твой дал тебе верные Просто не там ты, Пава, искал богатство Богатство Часто говорят Будешь богатым, будешь здоровым И долго проживешь Где же мне, бабушка, то богатство сыскать? Подскажи, спросил Пава Сделай, как я говорю И наладится все в твоей жизни Не придется голодать, да с умой померу скитаться Как вернешься домой Первым делом наруби дров березовых И уложи их у изгороди Это и есть лисьи шкуры Что согреют в мороз и стужу Не покладая рук Надо вспахать поле Плуг и засеребриться А если пашню старательно возделывать То всегда на столе хлеб будет А где хлеб, там и достаток Закончила старушка Так Пава и сделал Богатство и достаток Без труда не приходят Повторяем, запоминаем Сегодня мы узнали, как по-фински звучат слова Отец Ися Богатство Риккаус И как сказать Доброй ночи Юва Сказки народов мира Волшебные руны Виран Канноса Карело-финские сказки